Добрый вечер на 12 канале итоговый выпуск новостей в студии Екатерина Булучевская и вот главная тема этого дня. Вместо звонка сирена пожар в школе на магистральной издании эвакуировали сотни детей. Миллиарды в комфорта мечей. Губернатору представили план нового микрорайона. Ангелы в белых халатах. Омские хирурги спасли от инвалидности женщину, у которой, казалось бы, не осталось шансов. Экзамен для строителей. Покажем, как продвигается возведение школы мечты. Баня? Просто космос. А меч превратил собственную парилку в обсерваторию. Почти 500 человек сегодня эвакуировали в советском округе из-за пожара. Большая часть из них дети. Огонь вспыхнул в школе номер 129 на магистральной. На пульт дежурного сообщения поступило в 10-10 утра, когда в классах уже шли уроки. Для того, чтобы полностью потушить пожар, расчет ММЧС понадобилось полтора часа. По словам спасателей, ученики и педагоги вышли из здания самостоятельно. Никто не пострадал. Предположительно, пламя возникло в электрощитовой на первом этаже. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В 10 часов 36 минут возгорание было локализовано. Время ликвидации открытого горения в 10 часов 43 минуты. От МЧС России на месте происшествия были задействованы 7 пожарно-спасательных автомобилей и 35 человек личного состава. Работало 5 звеньев газо-дымозащитной службы. Сейчас специалисты департамента образования и сотрудники МЧС выясняют, что стало причиной возгорания. Школьников отпустили домой. Родителям сообщат отдельно о возобновлении занятий. Напомню, еще один пожар в образовательном учреждении произошел накануне. Огонь вспыхнул на втором этаже колледжа профессиональных технологий. Его удалось оперативно потушить. Пострадавших нет. Причины возгорания также выясняются. Дома не выше сосен и загородный комфорт за 25 миллиардов рублей. Тюменский застройщик намерен возвести под Омском жилой комплекс со всей социальной, коммерческой и рекреационной инфраструктурой. С инвестором встретился губернатор Александр Бурков главной миссией. Компания считает создание нового формата городской жизни по принципу «Дома не выше сосен и загородный комфорт». Уже заключен договор о комплексном освоении территорий в Пушкинском сельском поселении. На площади почти 80 гектаров планируется возвести как малоквартирные дома комфорт-класса до четырех этажей с подземным паркингом, так и стандарт-класса переменной этажности от четырех до семи. Также предусмотрены зоны отдыха и социальная инфраструктура, в том числе два детских сада. Объем капиталовложения оценивается в 25 миллиардов рублей. Александр Бурков поручил Министерству энергетики обеспечить поддержку инвестпроекту для решения проблем с поставщиками и обеспечения комплексной жилой застройки инженерной инфраструктурой. Начало строительства запланировано на 2024 год. Тем временем губернатор отправил в отставку руководителя Омскоблстройзаказчика. Причиной кадрового решения стал срыв графиков работ на социально значимых стройках и хроническое отставание в сроках ввода объектов, за которые несет ответственность учреждение. Еще на прошлой неделе в ходе визита в Большереченский район Александр Бурков поручил профильным ведомствам расторгать контракты с недобросовестными подрядчиками, которые не соблюдают условия договора и не выполняют свои обязательства. Вместе с тем много вопросов у главы региона вызвало роль Омскоблстройзаказчика и его руководителя Егора Кирякова в регулировании и контроле за процессами и качеством сопровождения проектов. Я вот на прошлой неделе наслушался от всех, кто виноват. То проектировщики, кто подрядчики, кто еще кто-то. Вопрос к обл. стройзаказчику. Горьковская школа строится несколько лет, так, стены поставлены, они еще и решений не могут найти. Бегали все проектировщики, бегали обл. стройзаказчик бегал. Все говорили, сейчас разберемся, в течение недели будет техническое решение. 2023 год наступил, нет. Все, поэтому отвечать министр уже ответил, и отвечать будет сейчас руководитель обл. стройзаказчика. Кандидатуру мне предоставляйте завтра в течение дня, чтобы была уже конкретная кандидатура, кто будет нести дальше ответственность и весь этот груз на своих плечах. Только при взаимодействии всех ветвей власти возможно достичь реального развития региона. О том, как наладить эффективную совместную работу, сегодня шла речь на встрече членов правительства, руководителей районов, представителей мэрии, окружных администраций, депутатов областного и городского парламентов. Она впервые проходила в формате командной сессии. Участники работали в смешанных группах. Каждый мог выразить свое видение того, что необходимо для развития муниципального района, округа, региона. Главная цель не просто сформулировать перечень острых вопросов, но и попытаться найти командное решение этих проблем для улучшения качества жизни мячей. Здесь люди представляют определенные в отрасли народного хозяйства, определенные территории, и все, безусловно, представляют жителей Омской области. И для этого мы с вами должны совместно отработать, наверное, ряд ключевых вопросов, какие сегодня есть потребности, где мы не дорабатываем, и что является стратегически важным для нас. Какие изменения ждут регион в этом году, губернатор подробно расскажет уже завтра. Глава региона проведет большую пресс-конференцию, ответит на вопросы журналистов и подведет итоги социально-экономического развития Омской области за 2022. Также глава региона расскажет о ключевых проектах и планах правительства на 2023. 12-й канал, как всегда, покажет встречу губернатора и представителей СМИ в прямом эфире. Начало трансляции в 10 часов. В Госдуме отметили эффективное участие Омской области в программе субсидирования авиаперелетов. По словам первого зампреда Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева, в этом году такие перевозки осуществляют 17 авиакомпаний. По сниженному тарифу пассажиры могут летать более чем на 300 направлениях. Таким образом, благодаря господдержке в условиях давления международных санкций, внутренние перевозки набирают высоту. Добавлю, что в этом году правительство региона рассчитывает на 70% увеличить объем субсидирования межрегиональных пассажирских авиаперелетов. Так, амичи смогут сэкономить более 375 миллионов рублей. Также депутаты Госдумы отметили, что в 2022-м наш регион в целом побил рекорд по количеству авиарейсов. Охотные инспекторы региона проводят перепись диких животных. Для этого каждый день специалисты преодолевают десятки километров по степям, лесам, болотам, чтобы максимально точно выяснить число зверей на угодьях. Благодаря многолетнему опыту инспекторы определяют не только количество, но и вид животных. От такой переписи напрямую зависит богатство фауны региона, ведь исходя из полученных данных выдают лицензии охотникам. По следам диких животных прошлась и наша съемочная группа. Поле и лес. Болото у нас рядом. Болото это мы пройдем на другом маршруте. Январская погода для охот инспекторов региона – самое что ни на есть горячая пора. Меньше чем за два месяца Александру Ильченко предстоит накатать по угодям Таврического района больше 300 километров. Каждый день он выходит на новый маршрут. Все они строго определены заранее. На помощь приходят современные технологии. Вместо бумажной карты в руках навигатор. В навигаторе уже закачаны маршруты предварительные. Мы подходим к маршруту. Он у нас уже виден. Нажимаем точку первоначальную, где мы встали на маршрут. Маршруты Александр преодолевает именно на снегоходе неспроста. Считать диких зверей ему помогает колея, которую оставляет за собой спецтехника. Длинный и узнаваемый след от снегохода – главный индикатор, который позволяет охотинспектору зафиксировать наличие животных на участке. Ровно через сутки, когда он сюда вернется, ему придется обратить внимание на следы, которые будут пересекать колею и таким образом определить количество животных и их вид. Каждое появившееся пересечение – один дикий зверь. Что именно это за животное, определить помогает опыт. Бывалый инспектор с легкостью может назвать и точное направление. Ну а если животные двигались друг за другом, то для того, чтобы сосчитать стадо по головам, придется за ним проследить. Ну это след косули. Здесь косуля не одна прошла. Надо будет пройти по следу и посмотреть, где они разошлись. И тогда мы их посчитаем. Ну вот, сейчас видно, что косуля заходила в озеро. Здесь на общедоступных охотничьих угодьях обитают лоси, кабаны, зайцы, лисы и норки. И наблюдают охот инспекторы и за птицами. Каждую замеченную стаю рябчиков или куропаток также заносят в специальную карточку. Но больше всего следов косули. Они обосновались в безопасном месте посреди озера за камышами. По ночам выбирается на кормежку на соседнее поле, где летом цвел подсолнечник. Во время таких поездок Александр всегда на чеку. На случай, если на пути попадутся браконьеры. Местные угодья находятся неподалеку от деревни. Так что за сохранностью природы следят и местные жители, помогая охот инспектору. Бывают и курьезные случаи. На этот раз он сам оказался под подозрением бдительного сельчанина. Учет проводим зимний. Нет, я думаю, может, какая-то другая. Смотрю, спустился, я думаю, проскочу, гляну. Все правильно. Надо посмотреть, кто тут катается. Зимним маршрутным учетом охот инспекторы будут заниматься до 15 марта. За это время Александру предстоит освоить 24 маршрута. Но, говорит, тянуть с этим до последнего не стоит. Нужно оставить время на то, чтобы обработать данные. Задача непростая, но очень важная. Это интересная работа. Каждый раз выезжаем с удовольствием и работаем. Задача сохранить маточное поголовье, чтобы была возможность зверям разводиться. Ну и охраняем. Будет возможность всем посмотреть, понаблюдать. Это очень интересно. По результатам сезона подсчетов будут формироваться квоты на тех или иных животных уже для сезона охоты. Так что от работы инспекторов напрямую зависит сохранность и разнообразие нашей сибирской фауны. Константин Лондон, Никита Гайдаш и Павел Манжос, 12 канал. И в продолжении темы сохранения сибирской фауны. В омских водоемах появится больше ценных видов рыб. Об этом заявили специалисты территориального росрыболовства. Речь идет о наполнении рек и озер сибирским осетром, стерлядью и муксуном. За рыбление будут оплачивать промышленные предприятия, которые наносят ущерб водным ресурсам региона. Отмечу, что мальков водоемы подселяют каждый год. Вот в 2022-м было выпущено 129 тысяч маленьких рыб. В этом году ожидается существенный перерост. Об этом заявили сегодня на круглом столе эксперты в сфере природопользования. Мы эту цепочку определили. Определили, кто чем будет заниматься, кто несет какую ответственность. Подключается Минприрода, подключается рыбоводная организация, которая предлагает им в том числе осуществить эту непосредственную работу. Они заключают договора. И мы затем контролируем, каким образом эти договоры будут исполнены фактически. То есть мы смотрим от начала нанесение ущерба, расчет его масштабов, и затем, кто будет компенсировать эти мероприятия и сам процесс компенсации. Подарили шанс жить полноценной жизнью. Омские хирурги спасли от инвалидности женщину, которая перенесла ишемический инсульт. Уже спустя несколько дней после операции пациентка не только ходит, но и занимается на тренажерах. Ее близкие говорят, доктора совершили чудо. Ведь в большинстве случаев после такого приступа люди остаются навсегда прикованными к постели. А учитывая, что у амички оторвался тромб, шансы были практически нулевыми. Но дело тут не в магии, а в современных методиках лечения и ювелирной работе врачей. О новых технологиях в сфере здравоохранения расскажет Денис Жирков. Юлия Блязова выполняет все назначенные упражнения и без проблем разговаривает сразу. И не скажет, что девять дней назад женщина перенесла ишемический инсульт, и врачи вытащили ее буквально с того света. На работе резко мне стало плохо, я упала. У меня отнялась речь. Вообще не могла не шевелиться, ничего. Вовремя работаю я продавец. Вовремя посетитель зашел, что увидел и вызвал скорую. Медики быстро прибыли на место и определили, это инсульт. Женщина и сама это поняла, и очень испугалась, что останется инвалидом. Юлии всего 41 год. Казалось бы, рановато для инсульта, но при таком отношении к собственному здоровью ничего удивительного здесь нет, считают врачи. У данной пациентки отмечались факторы риска, которые она не контролировала. Это артериальное давление. Она за ним не следила, не принимала препараты. Это курение и чрезмерное употребление кофеина, которое также вызывает повышение артериального давления. Все это и послужило причиной ее инсульта в столь молодом возрасте. Пациентку доставили в сосудистый центр БСМП-1, провели компьютерную томографическую ангиографию, нашли нарушение кровотока и за 20 минут провели операцию, извлекли злополучный тромб. Мы увидели окклюзию на уровне сонной артерии. То есть, по сути, у пациентки полушарный инсульт. Пациенты с таким заболеванием грозным, они чаще всего не выживают. И после экстракции тромба, вот мы видим полное восстановление кровотока, стопроцентное, по всем артериям. Тромбоэкстракция. Методика новая в Омской области применяется с прошлого года. Врачи БСМП-1 прошли обучение в Санкт-Петербурге. Пациенту через прокол в паху вводят в мозг стенд-ретривер, ловушку для тромба, и вытаскивают с помощью катетера. Это можно сравнить с прочисткой канализации специальным тросиком. Поэтому хирургов, умеющих проводить тромбоэкстракцию, коллеги в шутку зовут сантехниками. Такая операция гораздо эффективнее устаревшей процедуры тромболизиса, когда сгусток крови растворяли с помощью особых ферментов. Всего в прошлом году омские врачи сделали 15 тромбоэкстракций. В этом году мы планируем сделать как минимум в два раза больше процедур. Связано это прежде всего с появлением тарифа в системе ОМС. Этот тариф позволил приобрести клинике расходный материал, который позволяет проводить эти вмешательства. Потому что имея оборудование, но не имея расходного материала, мы, к сожалению, ничего не сможем сделать. После таких операций пациенты восстанавливаются быстрее обычного. Юлия Блязова жалуется только на чудовищную усталость. Что с ней все будет в порядке, поняла сразу после операции. Когда очнулась уже в реанимации, вы со мной разговаривали, я понимала, что я разговариваю сама, и у меня речь нормальная, я все понимаю, соображаю. Ноги шевелятся, руки шевелятся. Я, конечно, в шоке была, что вот так со мной. Шокированы были и родные, когда приехали навестить пациентку. Думали, Юлия будет лежать в постели, не в силах пошевелиться, а она спустилась к ним самостоятельно. А сейчас уже готовится к выписке. Такой прогресс в медицине не может не радовать, но пока статистика в стране не самая оптимистичная. Каждый пятый после инсульта умирает, каждый второй становится инвалидом. Поэтому медики настоятельно советуют следить за своим здоровьем. Сохранить его помогут диспансеризация, контроль за давлением, отказ от вредных привычек, диетическое питание и умеренные физические нагрузки. Денис Жарков, Юрий Репин, 12 канал. Стали известны самые необычные имена новорожденных омичей в 2022. Так, в пятерку оригинальных имен для девочек вошли Далия, Зара, Стефанида, Мадина Бону и Аймгуль. Отличились в выборе имени родителей мальчиков самые редкие – Абдула, Тимир, Баир, Гнел и Данис. Ну а если говорить о самых популярных, то среди женских – это София. К слову, это имя амичи в последние годы часто выбирают для своих дочерей. Только в прошлом году им назвали 335 девочек. На втором месте – Ева, но замыкает тройку – Анна. Мальчиков в прошлом году чаще всего называли Артемами. Далее по популярности идут имена Александр и Михаил. Ну а вот о чем расскажем во второй части выпуска. Да будет газ! В регионе расширили перечень льготников, которые могут компенсировать расходы на подключение к голубому топливу. Экзамен для строителей. Покажем, как продвигается возведение школы мечты. Баня – просто космос, а меч превратил собственную парилку в обсерваторию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Автосалон «Автобанк». Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Скидка 50% на путевки в санатории «Евромет». Успейте отдохнуть по полной за полцены в январе. Количество мест ограничено. Если радио, то максимум. 105 FM в Омске. В Омской области ввели еще 6 категорий граждан, которым компенсируют расходы на дегазификацию. Указ об этом подписал губернатор Александр Бурков. Согласно документу, теперь в перечень также входят контрактники, сотрудники Нацгвардии, военнослужащие, войсковой части 39-965, командированные в зону проведения спецопераций. Сотрудники регионального ОМВД, добровольцы отряда «Барс» и «Амичи», мобилизованные военкоматами других субъектов страны. Их семьи могут получить максимум до 130 тысяч рублей. При этом доход учитываться не будет. Прием заявок на получение льготы продолжается. Чтобы ее оформить, нужно обратиться в территориальный МФЦ. К школе мечты и особые требования учебное заведение на Космическом проспекте начинает обретать свои очертания. Масштабная стройка в Октябрьском округе идет полным ходом. Специалисты уже возвели несколько этажей, где разместятся учебные классы. Благодаря детально продуманному проекту здесь смогут обучаться в одну смену больше 1100 учеников. Для них построят два просторных спортивных и актовый зал, пищеблок с самым современным оборудованием. Ну а в кабинетах для младших классов появятся даже спальные места. О том, как возводят школу мечты и нестандартных решениях, которые пришлось принять проектировщикам, расскажет Никита Гайдаш. Масштабная стройка на Космическом проспекте сегодня напоминает огромный муравейник. Больше сотни специалистов ежедневно выполняют самые разные виды работ. На объекте заняты сварщики, каменщики, бетонщики и монтажники. Укладывают стены, возводят металлокаркас, занимаются устройством лифтовой шахты и оборудованием коммуникаций. Начаты работы по прокладке инженерных сетей. Это электричество, канализация, вентиляция. Все трудности и проблемы мы оперативно решаем. Все это в рабочем порядке. Тем временем здесь на стройплощадке уже можно увидеть главный вход в будущую школу мечты. Он располагается в так называемом административном корпусе. Здесь будет не только кабинет директора, а еще и два спортзала, а также столовая. Ну а по бокам два учебных корпуса. Один для старшей и средней школы и еще один для младших классов. Проектировщик и подрядчик здесь выступают в лице одной компании. Специалистам пришлось решить непростую задачу – разместить учебное заведение в условиях стесненной застройки. При этом школа должна отвечать всем современным образовательным стандартам. Это определило габариты и форму здания. Также при проектировании учтены противопожарные требования и санитарные нормы. Кабинеты для самых маленьких учеников будут оборудованы спальными комнатами для групп продленного дня. Причем на каждом этаже не больше трех классов. Все по стандартам. Обучаться в одну смену здесь смогут 1122 ребенка. Комфортно в такой школе будет и педагогам. Здание также удобно для учителей. То есть у каждого учителя свое рабочее место. Имеется два обеденных зала, расположенных в двух уровнях. На первом этаже и на втором этаже. Обеденные залы предусматривают питание детей не более чем в две смены, что тоже требование действующих законодательства. Особое внимание к темпам работы специалистов стройконтроля. Сейчас возведение объекта идет точно по графику. Готовность на данный момент составляет 28%. Ежедневно на площадке работают и представители Омскоблстройзаказчика, которые помогают наладить связь между подрядчиком и контролирующей организацией. Чтобы более-менее организовать работу подрядчика и совместно вот эта связь была со стройконтролем, мы еженедельно во вторник подводим рабочее совещание. Задача поставлена такая. К апрелю месяцу, чтобы учебный корпус и блок центральной подной зоны был готовый уже отдать под крышу. Напомню, стоимость масштабного проекта около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Школу возводят в рамках нацпроекта «Образование». Сдать объект подрядчик должен в декабре 2023-го. Никита Гайдаш, Сергей Пайхалов, 12 канал. Омская госжилинспекция намерена всерьез взяться за управляющей компанией и навести порядок в данной сфере. Об этом в интервью 12 каналу и радиостанции «Монте-Карло Омск» рассказал новый руководитель ГЖЕ Александр Киреев. Свой пост он занял 19 декабря по распоряжению губернатора Александра Буркова. За месяц работы Александр Киреев оценил функциональность ведомства и уже проводит кадровые ротации и внедряет нововведения. Так, совместно с городской администрацией сотрудники госжилинспекции теперь проводят встречи с амичами и принимают жалобы в режиме реального времени. Особое внимание новый руководитель ГЖЕ намерен уделять контролю над работой управляющих компаний. Сейчас, по мнению Александра Киреева, полномочия ведомства часто ограничены пробелами в законодательстве. Особо остро стоит вопрос заниженных критериев для лицензирования обслуживающих организаций. Если соответствует управляющей компании эта норма, мы не вправе не выдать им лицензию. На сегодняшний день мы ведем работу с состоящими организациями, мы ведем работу с законодателями. Будем добиваться того, чтобы ужесточать требования к лицензионному выдаче лицензии, к лицензионному контролю. Но это предстоит достаточно длинный и большой объем работы. Но будем этим заниматься. В Омске для уборки и вывоза снега направят дополнительную технику. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Аукцион по поиску подрядчика уже объявлен. Начальная цена около 3 миллионов рублей. В сутки планируется привлекать от 15 до 30 самосвалов. Каждый за раз может вывозить не менее 15 кубометров снега, отметил глава Омска. Также техника должна быть обязательно оснащена системой ГЛОНАСС для полного контроля. Вывозить снег на свалки арендованные машины будут до конца апреля. И работать они обязаны не только в будни, но также праздничные выходные дни. Добавлю, что сейчас вместе с управлением дорожного хозяйства и благоустройства дополнительно работают полтора десятка частных КАМАЗов. И подрядчик вывез уже почти 21 тысячу кубометров снега из тех 300 тысяч, которые убрали муниципальные службы. Омские танцоры получили гран-при на Всероссийской хореографической премии «Щелкунчик» в Москве. Высшие награды удостоились танцевальные коллективы городского дворца творчества «Мечта» и «Гжельстайл». Их конкурентами стали более 200 команд со всей страны, всего около 6 тысяч участников. Омичи выступили на галоконцерте в гостином дворе на одной сцене с народной артисткой России Людмилой Николаевой. Ребята готовились к выступлению более полугода и представили несколько номеров в различных номинациях. В состав жюри вошли педагоги лучших учебных заведений страны, а также известные танцоры, победители телевизионных шоу. «Один из таких номеров, за которым мы заняли гран-при, это «Душа распахнута». Это номер о любви к своей родине, о своих корнях, о том, что просто в нашем сердце, в нашей русской душе все самое лучшее. Гран-при – это признание не только, наверное, нашего коллектива, это целой системы работы именно нашего дворца. И это круто, что есть такая команда, побеждает команда. Я всегда говорю, если вы хотите сделать дело, начните с команды». В баню на свидание со звездами. Амич превратил парилку в самую настоящую обсерваторию. На крышу водрузил телескоп, причем такой, который может ловить галактики не хуже знаменитого Хаббла. Если с погодой повезло, космические снимки, говорит астроном-любитель, получаются очень четкими. Такие межгалактические путешествия для Ильи Малкова не просто увлечение. Подробнее расскажет Дарья Садчикова. «Кто-то покупает на дачу бассейн, кто-то деревянную качелю. Ну а наш герой приобрел телескоп, причем с профессиональной оптической системой. В него можно увидеть крупным планом не только кратеры на Луне, но и даже далекие галактики». За небесными светилами Илья Малков наблюдает с крыши бани. В таком необычном увлечении признается мужчина «виноваты звезды». О путешествии автостопом по галактике мечтал со школьной скамьи. Но приобрести телескоп получилось только к 30 годам. С ним, рассказывает Илья, его будто свела судьба. Даже серийный номер совпал с номером квартиры. Сомнений не оставалось, надо брать. Однако любования бесконечностью оказалось мало. «Дальше началась покупка переходников, потому что телескоп был куплен, в окуляр посмотрели, теперь хочется фотографировать. И, как говорится, шутка, хотите разорить друга, подарите ему фотоаппарат. В общем, я шучу дальше. Хотите друга финансово уничтожить, купите ему телескоп». Астрофотография требует определенной физической силы. Оборудование у Ильи столько, что оно с успехом может занять небольшой гараж. Просто установить телескоп недостаточно. Для астрономической точности используется компьютер. «Процесс астрофотографии начинается с чего? Установили телескоп, подключили его к компьютеру. Компьютер в этой коробке спрятан вместе с аккумулятором, со всеми проводами». Монтировка, астрокамера, фотоаппараты и множество других инструментов в сумме стоят, как автомобиль среднего класса. Однако больше не значит быстрее. Чтобы сделать один такой снимок, у Ильи уходит около шести часов. Специальные фильтры – красный, синий, зеленый – пропускают через себя нужные цвета. И затем несколько изображений накладываются друг на друга. Поэтому фото получается таким четким. Для сравнения – та же галактика Андромеды с телескопа Хаббл. С графическими редакторами, признается мужчина, не перебарщивает, любит, когда снимок естественный. Для получения более высокого качества выезжает за 50-70 километров от города. Семья необычное увлечение Ильи старается поддерживать, хотя дети не всегда выдерживают длительные наблюдения. Вот мы выезжали сюда, на Астробаню в августе, чтобы наблюдать метеорный поток Персеиды. И они выдержали начало, а потом я хотел показать еще планеты. Сын дождался, увидел глазом Сатурн, сказал, что он похож на пельмень. У Ильи Малкова даже есть ютуб-канал Астробаня и группа ВКонтакте. Туда он регулярно выкладывает ролики со своих сессий и рассказывает зрителям обо всех нюансах съемки. Это первый шаг его главной мечте – создание образовательного пространства, где можно будет заниматься астрофотографией и наблюдением за звездным небом, как детям, так и взрослым. Дарья Садчикова, Матвея Лемский, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ Таковы новости этого дня. Благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова